Всем привет! Меня зовут Светлана. Я приветствую вас на своем канале. Итак, мои дорогие земляные знаки, тельцы, козероги, девы, для вас я сделаю сегодня расклад. Он будет большой, поэтому я объединила все знаки земли. Расклад будет на март месяц 2018 года. Итак, приступим. Дорогие мои девушки и женщины. 78 картии 4 мастей. Скажите все право. Что было, есть и будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Так, смотрим. Что на сердце? Что под сердцем? Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Что было, что будет, на чем стоять будете, что в голове, что было, Что будет, что в голове, на чем стоите. О чем вы будете думать? О чем думали? На чем стояли? На чем стоять будете? Этот расклад еще моя прабабушка использовала на картах, 36 карт. Но я его стала применять на картах Таро. И, в общем-то, я вам хочу сказать, мои дорогие земляные знаки, очень хороший расклад получается, потому что карты очень много могут сказать, очень много дать советов. Итак, давайте посмотрим, что же у вас было. Итак, был какой-то период до марта месяца. Опять-таки, еще скажу, что этот расклад, он действует приблизительно до месяц, после месяц, плюс-минус, ну, максимально 2-3 месяца, но не более. То есть, до марта, что было, может быть, месяц 2-3, может быть, или после месяца, ну, 2-3 максимум, не более того. Это не на года, нет. Это вот расклад на ближайшее будущее, на ближайшее прошлое, на данное настоящее. Итак, что было до марта месяца у нас? Смотрим. До марта месяца вы находились в каком-то состоянии, вот вы видите, восьмерка мечей в состоянии, что вы не видели, как дальше действовать, что надо делать, у вас были какие-то скованные обстоятельства. Может быть, это обозначает, возможно, что вы были в больнице или в каких-то вот заключенных местах, или это больница, или, может быть, ну, я не знаю, может быть, даже тюрьма, может быть, ну, я не знаю. В любом случае, вы были в каких-то вот замкнутых пространствах, в замкнутом пространстве. Возможно, это душевные какие-то были замкнутые ваши пространства, то есть вы не знали, как вам поступить, вы не видели перспектив на будущее, что вам делать, как в той или иной ситуации вам разрешить этот вопрос. Но самое интересное, у вас была надежда, надежда на то, что скоро все это и все закончится. По всей вероятности, это все-таки касается больше работы, это вот рабочей сферы, потому что шестерка жезлов опять-таки говорит о вашей трудоспособности, о вашем желании и умении хорошо работать во всех делах. В общем-то, еще до марта вы получали какое-то вознаграждение, вот видите, что за ваши плоды, за ваши труды, за все было какое-то вознаграждение. Ну, звезда – это очень хорошая карта, это какие-то перспективы на будущее, возможно, вы что-то строили, какие-то планы, но в любом случае эти планы вы еще не знали, как дальше дело пойдет. Вот эта карта говорит о том, что вы еще строили планы на будущее, но не знали, как это все раскроется, как пойдет, как оно будет, как сложится. Но планы какие-то у вас очень большие и грандиозные просто на будущее. Вот были буквально до марта месяца, месяц два-три. Итак, думали вы о чем? Ну, у вас прекрасные мысли. Думали вы о зарабатывании денег или вот о поступлении именно денег, не именно о работе, а конкретно поступлении финансов. Смотрим, это шестерка Пентакли, как правило, сбор урожая. Здесь вам кто-то уже давал деньги за оплату труда, возможно, у вас была какая-то премия, возможно, какие-то поступления, может быть, родственники вам какой-то подарок дорогой сделали именно в качестве денег. Может быть, любимый человек вам что-то подарил именно в качестве денег, не конкретно какую-то вещь, но были какие-то хорошие поступления. Я не скажу, там, миллионы на какие можно дом купить, но поступления хорошие были до марта месяца. В общем-то, и вестник Пентакли, это опять-таки говорит о том, что это приятные денежные вести, то есть у вас кто-то оповестил о поступлении денег, вы их получили. На чем вы стояли? Что у вас в ногах, конкретно что было? Карта замечательная, смотрите, мир старший, аркан, девятка кубков, это было какое-то просто веселье у вас, застолье, возможно, гости к вам приходили, родственники собирались в вашем доме, радость, счастье, хорошее здоровье. Ну, это, в общем-то, вот смотрите, карта мир, карта мир говорит, возможно, какое-то путешествие у вас было, возможно, вот видите, вот это вот кольцо, как будто бы вы вышли из застоя, как будто бы вы были в какой-то вот, возможно, в замкнутом пространстве и потом вышли, вот у вас какое-то озарение просто, озарение и вы вышли. Причем это все происходило в кругу ваших близких и друзей. Возможно, это было действительно или застолье, или встреча какая-то, может быть, у вас дома собирались, обменивались, возможно, идеями, мыслями, и вот у вас зарождается какой-то план, и вы идете к нему, и это будет успешный план. Вот то, что вы надеетесь, какие-то ставите для себя перспективы на будущее, они обязательно у вас исполнятся, потому что карта мир – это предвестник хорошего всего исполнения всех ваших желаний. Смотрим, что дальше, что у нас на данный момент. Да, еще хотела сказать, что вот смотрите, в прошлом у вас выпадает старший аркан мир и звезда, два старших аркана. Это о чем говорит? Что в прошлом у вас прям какая-то насыщенная жизнь была, просто вот насыщенная, яркая жизнь. Вы не как в болоте были, находились, а насыщенная. У вас то взлеты, падения, какие-то удачи, какие-то мысли, может быть, какие-то, или тяжелое состояние на душе, вы переживаете, получится у вас или не получится, получится или нет. Но вот в прошлом пока что каких-то любовных отношений я пока что не вижу. Вижу, вот единственное, что душевная радость была при встрече ваших друзей или подруг. Возможно, так. Смотрим так, на данный момент, что у нас на данный момент, о чем вы думаете? О чем думаете? Что размышляете? Ну, опять-таки, вот смотрите, как интересно у нас получается два старших аркана. Мысли у вас глобальные, грандиозные. Пока что вот и карта-отшельник тоже самое говорит, что вы сейчас находитесь в таком состоянии, в душевном, то есть вот вокруг вы пока что еще не видите конкретно, что вас ждет. Вы ищете свет вот внутри себя, вот карта-отшельник, посмотрите на нее, вы ищете свет внутри себя, долго думаете, обдумываете какие-то дела, какие-то вещи на перспективу, наперед. Но сразу же вам скажу, что это планы далеко идущие и прямо стратегические, как у политиков у вас. И они обязательно увенчаются успехом. Посмотрите, карта-суд говорит о том, что вам воздастся за ваши труды, за благие. И, в общем-то, ангел вам протягивает руку помощи. И вы стремитесь именно к чему-то светлому, к хорошему. Карта-суд в данном раскладе говорит, что да, ваше желание обязательно исполнится. Не терзайте себя сомнениями, все удачно сложится. Причем этому будет способствовать какой-то мужчина. Мужчина при должности, возможно, это будет занимающий какой-то пост, занимающий какой-то чин. Может быть, это будет человек в правоохранительных органах работать. Возможно, это или судья, или, возможно, начальник какой-то. Ну, в общем, человек с положением. И казенный человек, можно даже его так сказать. Иначе он может просто, король мечей, обозначать воздушные знаки зодиака. Это весы, водолей или близнецы. Вот посмотрите в своем окружении о таком человеке. Это человек темноволосый и темные глаза у него. Вот посмотрите в своем окружении. Есть ли такой человек, взрослый мужчина, старше 40-45 лет. Поэтому вот посмотрите, через него будут решаться многие вопросы. Очень многие вопросы. Возможно, вы переживаете за то, что как вы будете с этим человеком общаться, как вы с ним будете разговаривать. Не переживайте. Удача на вашей стороне и дела ваши все сложатся. И, в принципе, благодаря общению вот с этим человеком, вот с этим вот королем. Это то, что у вас в мыслях, о чем вы переживаете. Не переживайте. Карта суд разрешит все ваши проблемы в лучшую сторону. Да, еще вот, кстати, смотрите, может быть, какой здесь еще исход. Вот карта суд и король мечей. Здесь, может быть, даже действительно в каком-то смысле судебное разбирательство. Вот посмотрите, возможно, даже суд будет состоиться. Король мечей, так как судья в данный момент, вот в данном раскладе получается. И вы терзаетесь, как этот суд пройдет, на чьей будет стороне. На вашей стороне правда или на другой стороне правда. Но я вам скажу, что карта суд первая легла. Я думаю, что все равно вы выйдете с хорошими новостями из зала суда, и все у вас сложится хорошо. Смотрим дальше. На чем вы стоите? Ну, карты, все карты жезлов, это говорит о том, что вы человек трудолюбивый, любите трудиться. И опять-таки все ваши начинания, вот, скорее всего, даже и судебные разбирательства или какие-то перспективы на будущее, все-таки все они связаны именно на рабочих моментах. Работа. Работа, я вам хочу сказать, что в марте месяца будет процветать, пусть это не будут сейчас каких-то больших денег или еще чего-то. Ну, денег много не бывает, как правило, как всегда. Но это будет процветание, постепенное улучшение. И вы даже будете задумываться о том, вот, четверка жезлов, как четыре угла, четыре стены, говорит о том, что вы будете задумываться о том, чтобы купить или землю, или участок для строительства дома, или, возможно, дом на земле уже какой-то готовый присматривать. Ну, захотите уже, захотите. Если же нет, то тогда вы захотите сделать, обновить или ремонт в квартире, или, возможно, вещи какие-то в квартиру купить или в дом. Вот желание в марте у вас появится, обустроить свой дом или приобрести какое-то жилье именно на земле, или землю под строительство дома. Фараон Жезлов опять-таки говорит о том, что рядом с вами очень-очень постоянный, честный, порядочный мужчина есть. Который всегда поддержит вас, протянет руку помощи, на которого вы можете опереться, в общем-то. Но он, это человек женатый, это не то, что у вашей мужчины как в супружеской сфере или там как жених. Нет, нет, так его не рассматривайте. Это мужчина просто, он, во-первых, и по работе вам всегда помогает, поможет, и как друг может выслушать в любой ситуации. Ну, в общем, хороший мужчина, который рядом с вами, вот находится, уже женатый определенный мужчина, так что всегда можете на него положиться. Опять-таки, все связано с работой. Так что, я думаю, на работе у вас все прекрасно и поддержка хорошая. Так что, с работой и со всеми делами у вас хорошо. Итак, смотрим, что у вас будет. Конец марта и после марта, апрель, возможно, май. Вот интересная ситуация, тоже уже выпадала такая вот ситуация. Вот, ну, сначала давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас получается, рядом с вами, шестерка кубков, карта и опять-таки восьмерка кубков. Вот после марта вы как будто бы немножечко расслабитесь, и у вас будет время для каких-то эмоций, для каких-то впечатлений. Возможно, вы пойдете навстречу каких-то выпускников школьных или же встретитесь со своими друзьями. У вас будут очень такие приятные воспоминания, ностальгия. Вы будете вспоминать о чем-то, возможно, о молодых годах, о каких-то своих подружках, друзьях. Возможно, о каких-то первых встречах. Ну, вот какие-то воспоминания у вас будут. Что самое интересное, вот эти карты интересно легли. И будет у вас какой-то ссора, разрыв с настоящим, с мужчиной в данный момент, который у вас находится. Либо у вас произойдет какой-то разговор или ссора, но, во всяком случае, он уходит. Уходит он из-за каких-то, из-за какой-то женщины, женщина-блондинка, вот, уходит от вас. Но в течение 28 дней он себя проявит. И он объявится, или позвонит, или вернется. И вот карта выбора, влюбленные, у вас стоит карта выбора. Возможно, у вас вот ностальгия будет по прошлым каким-то временам. И карта выбора стоит, принимать ли этого человека обратно или же нет. Но какой бы вы выбор не сделали, в принципе, выбор будет абсолютно верный. Ну, я вам сразу хочу сказать, дорогие мои тельцы, девы, козероги. Я знаю, насколько вы очень глубокие люди, и преданные, и честные, и порядочные люди. И очень привязываетесь к человеку, и не хотите его отпускать. Но, вот смотрите, если вы, конечно, замужем, и это ваш муж ушел куда-то, у вас уже устроенная жизнь, быт, дети, то, ну, может быть, и стоит простить этого человека. Если это не повторялось им постоянно, может быть, это первый раз и вот последний, как говорится. Но если это только начало каких-то отношений, и вы еще не женаты, детей нет, подумайте сами, стоит ли прощать человека, который ушел, потом решил вернуться. В общем-то, думайте сами, ну, по-моему, ответ очевидный. Итак, далее, о чем вы будете думать? Вот опять стоит финансовый вопрос, начальник, хозяин, это хорошая карта, это человек, но, опять-таки, вот в такой положении, вот он как будто бы указывает на вашу бедность, указывает на ваши какие-то недостатки. То есть человек, вот в том раскладе я по-другому рассказывала, здесь немножечко другая карта, поэтому здесь, скорее всего, это человек многозначущий для вас, человек авторитетный. Может быть, это ваш начальник, может быть, это сосед какой-то авторитетный, может быть, это какой-то очень-очень друг авторитетный, но это честный, порядочный человек. Но он, видите, в общем-то, не скупится на слова и постоянно вам указывает на то, что вы живете не то, что неправильно, а финансово мало получаете, мало зарабатываете. Вот вы думаете, почему-то для вас мнение окружающих очень-очень важную роль играет. Вам нужно, чтобы окружающие думали и видели вас именно в хорошем свете, и вас эти вот слова задевают этого человека. Почему он постоянно вам указывает на то, что вы мало зарабатываете, плохо живете. Ну вот вы поняли, о чем я говорю. Потому что пятерка Пентакли указывает на материальные трудности, бедность, как правило, но по карте поэты не видно у вас, чтобы были материальные трудности, поэтому это только слова вот вашего какого-то авторитетного друга, человека, начальника, не знаю. Так что посмотрите в своем окружении, и вас эти вот слова постоянно цепляют, постоянно цепляют. Да что ж это такое, ну почему? Ну я вам скажу, вот дорогие мои знаки земли, не обращайте внимания, не берите все близко к сердцу. Ну мало ли кто что вам говорит, ну мало ли кто сегодня что-то скажет, кто завтра скажет. Ну и закрыли глаза и все, и уши, и все, и пошли делайте свои дела. Если вас все в жизни устраивает, почему это должно касаться каких-то третьих лиц. На чем вы стоите? Смотрим. У вас, смотрите, как интересно получается. Рядом с вами какая-то подружка, подруга, я бы сказала, вот огненные знаки, посмотрите в своем окружении, это, возможно, овен, лев или стрелец, и она вам принесет какую-то весть добрую, хорошую, о романтических каких-то отношениях, возможно. Вот подружка ваша, и причем она очень хорошая подружка, очень хорошая. Так что цените ее и будьте вместе с ней. Она вас не предаст, никогда не подставит и желает вам только добра. И она вам принесет какую-то хорошую весть романтическую. Вот просто, может быть, я так предполагаю, если вы встретитесь в кругу друзей, может быть, она из этого круга, возможно, вот эта ностальгия, это встреча старых друзей, может быть, она оттуда, может быть, у вас будет начало какого-то нового, новых отношений, нового романа. И тогда зачем вам вот этот вот старый товарищ, который уже изжил свое просто предназначение в вашей жизни, ну, был и был, был и всплыл. Не переживайте, примите правильное решение, подумайте 150 раз, нужен ли вам человек, который от вас ушел, а потом в течение месяца, в течение 28 дней, он все равно объявится. Не терзайтесь, не мучайте, только вы будете решать, вернуть его к себе или не вернуть. Примите правильное решение, потому что в любом случае здесь у вас, возможно, будет зарождаться что-то новое, новые какие-то отношения. Новое всегда лучше старого, поэтому смотрите, думайте сами. Итак, посмотрим, что у вас под сердцем. О, под сердцем у вас всадник Пентакли, ну, это вот просто, я вам скажу, что в вашу жизнь врывается какой-то молодой, красивый, интересный мужчина. Девочки, которые не замужем, которые, в общем-то, и женщины, послушайте меня, не нужен вам вот этот вот мужчина, который ушел, не нужен. Есть рядом с вами, или вы уже знаете, что он есть, или он ворвется просто в вашу жизнь. Если вы женщина, то, ну, уже, скажем, не девочка юная, вот, то этот мужчина будет младше вас. Но это не говорит ни о чем, это не говорит о том, что что-то... Этот человек очень постоянный, он тоже вашего знака, я имею в виду земли, знак земли, это дева-телец, или же, о, господи, боже мой, козерог. Вот, поэтому посмотрите в своем окружении, молодой юноша, он просто ворвется в вашу жизнь, и я думаю, что вот стоит на него посмотреть другими глазами. Сейчас посмотрим, что же на сердце. Вот так возьмем. На сердце, посмотрите, на сердце у вас финансы, финансы – это древо, именно вот, как сказать, семейные, семейные ценности, семейные у вас, может быть, семейный бизнес, возможно, именно доходы от бизнеса семьи. То есть, возможно, вы чем-то занимаетесь, продолжаете, чем занималась мама, папа, может быть, дядя вам дали какую-то сферу деятельности в своем бизнесе. Но это вот процветание, возможно, вы что-то занимаетесь бизнесом и детям своим раздаете какие-то дары, плоды. Но вот эта вот карта – это очень хорошая карта Десятка Пентаклей, это и, как правило, исполнение желаний, и, в общем-то, финансовая вообще благодать. Ну, эта карта очень хорошая, причем, если под сердцем, вот, молодой человек, ваши стихи и финансы, тут, я думаю, у вас вообще все замечательно складывается, и вы это все прекрасно и сами знаете. Опять-таки, чем дело закончится? Дело закончится, туз Жезлов, замечательная карта – это исполнение всех ваших желаний, всех ваших мечт и желаний, задуманных. Смело действуйте и даже ни о чем не бойтесь. Так что, вот, подумайте, еще раз возвращаюсь насчет этого человека, который ушел от вас, стоит ли его возвращать, потому что у вас, в общем-то, прекрасная перспектива и без него, в общем-то. А почему бы и нет? У вас, может быть, какие-то сейчас трудности, вот, посмотрите, трудности, показывают о материальном каких-то трудностях, и он уходит. Вообще молодец, да? А когда у вас сейчас пойдут деньги, финансы, доходы, он раз и вернулся. Ну и зачем вам такой мужчина нужен? Ну подумайте хорошенько. Итак, дело закончится у вас исполнением всех ваших желаний, процветанием вашего дела, бизнеса или на работе, возможно, повышением по службе, по должности. Если вы без работы, вы обязательно найдете хорошую, достойную работу. В любви у вас вообще будет сопутствовать успех, и, в общем-то, эта карта очень-очень хорошая. Что у вас, чем сердце успокоится? Ну вот сердце успокоится у нас по Песа. Это всегда тайны, это всегда все это завуалировано, это всегда интуиция. Но сердце у вас успокоится, скорее всего, тем, что вы интуитивно, возможно, будете понимать, в какой вы ситуации, вы прекрасно, то есть вы не как с завязанными глазами, вот эта вот карта говорила в прошлых месяцах, вы не понимали происходящего вокруг вас, что происходит, может быть, в финансовой сфере, может быть, в личной сфере, вы как слепой котенок были, то успокойтесь вы тем, что все-таки и чисто интуитивно вы уже все будете прекрасно понимать. Вы будете все для себя, вы уже решите, вы поймете, как дальше жить, как действовать, потому что рядом с вами будет и мужчина, который вас любит, и финансы, очень хорошие финансы, и исполнение желаний, и вы поэтому будете прекрасно находиться и сами с собой, и в гармонизации с сами с собой. В общем-то, вот такой вот расклад получается у нас на март месяц. Мы еще посмотрим сейчас, что нам скажут карты ангелов, какую подсказку вам дадут на март месяц. Творчество. Итак, давайте почитаем. Ваша душа жаждет проявить себя в творчестве. Мы привязываем вас дать волю, мы призываем вас дать волю своим способностям. Творческое самовыражение наполнит вас энергией и радостью, заново воспламенив угасающую страсть к жизни. То есть вот такая вот карта вам выпадает и говорит о том, что вам, возможно, действительно, вот по карте вы очень трудолюбивый человек, вы трудитесь, трудитесь, а может быть, действительно, отдохнуть, расслабиться и поддаться каким-то своим желаниям. Может быть, вы любите картины писать, напишите картину, выйдите, напишите красивую картину. Или, может, вы вязать, вышивать любите, или вырастить какое-то деревце. Вот это в вашем духе земляные знаки. Тем более у вас руки очень золотые, и, в общем-то, у вас все прекрасно получится. Займитесь творчеством. А те земляные знаки, у которых нет работы, возможно, это подсказка для того, чтобы вы занялись своим любимым делом. И у вас, возможно, оно из хобби перейдет в натуральный заработок. Почему я вам говорю? У меня тоже были такие ситуации жизненные, у меня три высших образования, но были такие моменты, когда я оставалась без работы, я просто начала шить. Вот просто шить. Через два года я уже заработала себе на первую машину, у меня уже открылся второй бизнес, и вот просто пошло-пошло. Хотя это было мое хобби, и это даже образования не было, даже курсов кройки шитья не было. Поэтому, возможно, эта карта вам тоже какую-то подсказку дает. Займитесь любимым делом, творчеством, и, возможно, это вам будет в дальнейшем приносить большую прибыль. Итак, я думаю, вам понравился мой расклад. Такой же расклад я могу сделать лично для вас конкретно, потому что не всегда он для всех подходит. Он можно лично на вашу половинку сделать, на супруга, на суженого, также на ваших деток, на дочерей, на сыновей, на любого человека. Это можно будет заказать в личном раскладе по скайпу или ватсапу, вайберу, как вам будет удобно. Вот. И еще хочу сказать, забыла в самом начале, обязательно смотрите расклады на свои земляные знаки, а также у кого асцендент в знаке тельца, девы или козерога, потому что он, как правило, очень подходит именно и для асцендента. Итак, мои дорогие, надеюсь, вам понравилось и было интересно сегодня. Со мной следите за каналом, подписывайтесь. Спасибо, что вы были со мной, дорогие мои земляные знаки. Всех обнимаю, целую. С вами была Светлана. Всего вам самого наилучшего в мире. Пока-пока.